И вот мы возвращаемся к цивилизации авторов, то есть к нашей с вами. И цивилизации, и расе, и национальности авторов. Если это была протокультура, а так оно и было. Это люди, которые всё придумывали и всё называли, и всё объясняли, понимая и поверхностные, и важные, и прагматичные, и скрытые, и значимые смыслы. Расшифровывая по мере, не тайны, а по мере возможности их воспринять. Но если ты одномерно мыслишь и возражаешься, и у тебя нет этих органов, то, собственно, вот как слепому объяснить всю прелесть восхода или заката от рождения слепому? Или от рождения глухому шум морского прибоя, или соловьиные трели прелесть? Ну это просто невозможно. Поэтому там какие-то другие, собственно говоря, объяснения есть. Но когда нам начали объяснять примитивнейшим образом, более того, подкидывать нам способы и методы, осколки со всего мира, в том числе этнических традиций, боевые ли это искусство, йога ли это, медитация, это ошмётки одной большой системы, но которые взяли и сохранили, а взяли и сохранили, потому что никто их там не отнимал, они никому и не нужны были, собственно говоря. Вот они и сохранились. И они их довели до определённых культов. И мы сейчас учимся, как сидеть, как дышать, как лежать, что нам есть или не есть. И нам предлагают есть обезьянью еду, хотя вот есть генетическая еда под каждую раз. Вот четыре расы Гацваны, так земля называлась, сначала Панге она была, помните, общий материк, потом разделился Гацваны. Вот четыре расы Гацваны, это хлеб, рис, кукуруза, бананы. Это генетическая еда четырёх раз. Вот наша с вами генетическая еда, хлеб. Несколько слов про это. Смотрите, все мы знаем, как много труда нужно, чтобы на столе появился хлеб. И найти плодородную землю, и сохранённые семена засеять, и урожай войдёт, его сохранить, и потом его собрать, скосить, обмолотить. До того, пока хлеб появится, там нужно ещё обмолоть, то есть муку сделать, тесто там и так далее. То есть весь год, весь год, весь рот работает на то, чтобы на столе был хлеб. Зачем? Вот кукуруза, ой, то есть картошка, вот яблоки, вот курица, вот кролики, в конце концов. Зачем? Или, ответственно заявляю, умирая от голода, белый человек хочет хлеба, плесневелого корочку, но хлеба. Блокадный Ленинград. Почему ни картофелина, ни тушёнка, ни рыба, значит, из залива там, взорванная там, и так далее, оглушённая. А вот кусочек хлеба. Вот простые примеры, чтобы не углубляться. Но целый год нужно работать. И поэтому арии, арии это кто такие? Это просто землепашцы, земледельцы. Орать отсюда, орала, инструменты, необходимые для возделанной земли. То есть люди, обладающие высшей квалификацией, умеющие из земли хлеб на стол поставить. Это же сколько нужно знать всех этих процессов, и про природу, и про возделывание. Вот. И поэтому там, собственно, или последнее название империи, Тартария. Наберёте, карты эти все посмотрите. Кто жил в Тартарии? Тартарийцы? Откуда слово арийцы? Не надо тут чрезмерную мистику какую-то, что это полубоги. Ну да, для других полубоги. Я в племя прихожу. Если я обнаруживаю должную квалификацию, я, конечно, полубог. Но это очень непросто сделать, потому что я прихожу к ним, и что бы я при себе или на себе не имел, металл или пластик, бумагу, целлофан, хоть что, они говорят, ну сделай. Давай, сделай металл, сделай пластик, сделай слова, порох сделай, электричный, ну что ты там, слова какие-то называешь, сделай это. Я ничего не могу сделать, ну какой я бог. Значит, я там фантазёр. Я когда, значит, пытаюсь снять политическую, идеологическую окраску в той или иной аудитории, говорю про это, я говорю, давайте я вам приведу пример. Возьмите, скажем, Юго-Восточную Азию, не путать с Востоком, Китаем, Юго-Восточную Азию, возьмите. Это что такое? Камбоджа, это Таиланд, это Вьетнам, там, Мьянма, там, Сингапур, и так далее, по списку. А теперь говорю, пожалуйста, назовите мне хоть одну фамилию. И люди так глаза прячут, ну, чтобы вот как бы вроде необразованность. Да я говорю, да не прячьте глаза, не назовёте вы ни одной фамилии, там, кроме Полпота, например, там, не назовёте. А теперь спросите, и местные не назовут. Они назовут местного мэра, там, короля нынешнего, там, и так далее. А теперь спросите любого нас, назовите, пожалуйста, там, русского писателя. Ну, это же список. А поэта список, а художника список, а музыканта список, а военачальника, а медика, а инженера, а архитект, в любой сфере списки. Причём это будут такие имена и фамилии, которые знают весь мир и которые, собственно, ход цивилизации изменяют. Это что? Это я, что тут, за расовую дискриминацию, что ли? И куда, когда распалась империя, делись все эти строители и прорабы, значит, Анкор-Вата, пирамид, значит, юкатановских храмов? Где? Почему ни один не построен? И вот, занимаясь колыбельными цивилизаций, от племён, естественно, я двигался дальше. Да, и там Сапотеки, потом Альмеки, Тальмеки, Майи, Ацтеки, там латиноамериканский континент, значит, на следующий, Лакондон, Счемули, Суичоли, там это, тот, ну, большая часть цивилизаций, про которых мы даже как бы не знаем и не помним. И вот они великие, а у нас-то что тут искать? Я действительно член русского географического общества, но тут-то уже только ленивый не порылся, тут вообще искать нечего. И я всё там, и что-то все стрелки сюда. Я думаю, да что-то какие-то стрелки кривые все, что-то там ничего нет вообще. Они мне всё сюда, да сюда, сюда, да сюда, сюда, да сюда. Потом тексты, потом, значит, руны, черты, резы, значит, харати, документы, символы, знаки. Причём большая часть из них, неведомые вообще никому. Я начал было подумать о создании такого прям специального музея, типа там этого быть не может, да, хотя оно есть. Потом, значит, трансформировалось это в идею музея, может быть, успею сегодня рассказать, музея артефактов эпохи человек. Это такая культурологически значимая тема. Ну, вот сейчас строю музей традиций и школу русского языка. Есть некие открытия, вот даже я их называю побочка, да, которые я уже стараюсь не делать этих открытий, потому что, а кому я с ними приду? Потому что всё иначе. Я уже родным и близким даже не рассказываю некоторые вещи, да, потому что я, ну, понимаю, что вот совсем преждевременно. И чтобы это рассказать, нужно рассказать всё, что этому предшествовало. И что значили эти слова. Вот поэтому я это и слушать не могу иногда, да, и вот почему там, ну, не знаю там, подмышка это называется. Почему подмышка? Если ты не знаешь, что это кошка, мышка и подмышка, как бы, то ты про подмышку уж ничего не знаешь. А почему это кошка и эта мышка? Это же надо рассказать. Как назывались в разное время разные части тела, от подноготной молодого ногтя и дальше каждой фаланги и так далее всего тела, да, у славян в русском языке. В разные периоды. Вот ты чада, вот ты подросток, вот ты, значит, кормящая, беременная, вот кормящая, вот ты большуха и так далее. Вот ты воин, вот ты ремесленник. И тогда даже, ну, не знаю, руки по-разному назывались. Например, если кормящая мать, у нее одна левая рука называлась колыбель, и когда она с нее начала ложить в эту корзинку чада, то потом эта корзинка стала называться колыбель, ну, как временная рука материнская, а не наоборот. А другая называлась сорока, потому что она там ей 40 дел делала и тащила все, значит, ребенку. И поэтому сороку потом назвали сорока, потому что она тоже все тащит к себе в гнездо, а не наоборот, и так далее. То есть русский язык – это не то, что там префиксы, предлоги, окончания, наклонения. Даже существующие там падежи, ну, как бы их, конечно, в два раза больше.